Ну и еще о добрых эмоциях. Детские мечты способны поменять суету мегаполиса на пейзажи белорусской деревни. И все для того, чтобы разводить лошадей. Семейному ранчу под Витебском уже 7 лет. Под опекой, как говорят сами хозяева, 8 скакунов. И пообщаться с ними каждый день приезжают туристы. В конюшне представители смешанных кровей, но есть и чистая лошадка, белорусская упряжная. Это единственная отечественная порода и гордость нашего коневодства. Ольга Масловская продолжит тему. Если вы хотите притормозить, на себя две руки потянули, только не вверх, а вот именно внизу. Дарье и Артему предстоит первая в жизни конная прогулка. Лошади хоть и обучены хорошим манером, но любое путешествие обязательно начинается с инструктажа. Всего полчаса верхом на фоне потрясающих снежных пейзажей и на смену плохому настроению приходят вдохновение и радость. Поначалу было очень страшно, но потом привыкли уже. Они успокаивают. Опыт у меня был интересный. Семейное ранчо в деревне Коновалова существует 7 лет. Хозяева прежде городские жители. Из мегаполиса уехали вслед за детской мечтой. Мария в детстве занималась верховой ездой, а любовь к лошадям говорит это навсегда. Ради такого можно и квартиру продать, что супруги и сделали. Я как бы выросла в большом городе, в мегаполисе, в Минске. Привыкла ездить на куче транспорта в школу. И для меня жизнь за городом – это такая мечта была. Они очень индивидуальны, как и люди, имеют свой характер, какие-то свои привычки. Кто-то холерик, кто-то такой более сангвиник. Сейчас на ранчо 8 лошадей. За ними хозяева ухаживают самостоятельно. Летом животных выпасают на арендованных угодьях. Основу же зимнего рациона составляет сено. Его хозяева запасают впрок. На эту зиму понадобилось 45 тонн. Дни конезаводчиков заняты, если не досмотром за лошадьми или приемом гостей, то стройкой. Сейчас сооружают новую конюшню. После того, как сделал этот выбор, уже не приходится сомневаться. Назад пути нет. Это был изначально план таков, что нельзя было свернуть назад ни вбок. И с этими мыслями продолжаем развивать это дело. Мечты в этой семье сбываются, поэтому планы далеко идущие. Так Давыдовы хотели бы популяризировать и разводить единственную отечественную породу лошадей – белорусскую упряжную. Ее прекрасная представительница на ранчо пока в единственном экземпляре. У них крепкое здоровье. Они очень выносливые. Они очень спокойные и добрые. Можно сказать, как она отражает характер наших белорусов. Кроме того, ищут единомышленников для строительства крытого манежа, для круглогодичных занятий верховой ездой. Тем более, что ученики уже есть. Анна Малаховская ради тренировок каждую неделю приезжает в Коновалово из Витебска. Учишься переключать разные аллюры, потому что переключить лошадь с шага на рысь и обратно – это не так просто, как кажется. Соседи энтузиазм хозяев ранчо поддерживают. В деревне Давыдово уже свои люди помогают сельчанам и ни секунды не жалеют о том, что когда-то пошли вслед за детской мечтой. Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Агентство Тереновостей.